Итак, начинается второй период матча хоккейного клуба «Саров Инвест» и хоккейного клуба «Старт» в городе Аншаева. Счет 2-0 в пользу гостей сегодняшней встречи. Не удается пока «Саровчанам» забросить шайбу и реализовать численное большинство. Может что-то будет получаться лучше во втором периоде. Будем смотреть с вами. Федосов наброс на ворота. Сжимает шайбу. Голкипер хоккейного клуба «Старт» Александр Ефременко. Выигрывают гости вбрасывание в своей зоне. Сейчас неточная передача. Сергей Клепнев мог перехватить ее. Клепнев. Бросок поворотом. Вновь шайба мимо. Рама, как говорят, проходит. Пошустрее стали во втором периоде действовать хоккеисты «Саров Инвеста». Больше атак в начале. Чуть быстрее игра начинает развиваться. Наброс. Поворотом бросал-то Владислав Шошин. Атак в начале второго периода больше саровчане. Федосов. Очередной бросок. Шайба опять проходит мимо ворот Александра Ефременко. Больше нужно саровчанам попадать поворотом, конечно же. Проходит Поляков в среднюю зону. Бросок поворотом. Вновь шайба проходит рядом со штангой. Поляков. Калинин. Передача на пятачок. Убирают саровчане шайбу и вновь. Перехват. И выход два в одного. Вот видите, контратаки у Таншаева получаются тоже неплохие. Дело доходит до броска. Алексей Саровегин вновь вступает в игру. Выигрывает саровчане вбрасывание в своей зоне. И шайба уже в зоне соперника. Переходится шайбу из своей зоны защитникам из Таншаева выбрасывать. Только на пользу хоккейному клубу Саров Инвест. Не точная передача. И вновь выход. Два в одного. Что сейчас творит Алексей Саровегин, это просто невероятно. А вот клюшку подавать нельзя. Михаил Малафеев отправляется на скамейку штрафников. По правилам. Клюшку вратарю подавать ни в коем случае нельзя. Выбрасывать саровчане шайбу из своей зоны. Это первое удаление в составе хоккейного клуба Саров Инвест. Не первое большинство для команды гостей сегодня. Пока для саровчан меньшинство проходит достаточно спокойно. Встали в зоне хоккеиста из Таншаева. Передача на синюю линию. Бросок поворотом. Где шайба? Шайба уже в углу. И еще одно удаление будет в составе хоккейного клуба Саров Инвест. Евгений Колотухин отправляется на скамейку штрафников. За него мышленный выброс шайбы. Второй вам остается Саров Инвест. Константин Поляков на вбрасывание. И удается Константину выбросить шайбу с вбрасывания прямо-таки из своей зоны. Это дает несколько секунд времени для того, чтобы дождаться четвертого полевого игрока. Ломается клюшка у нападающего хоккейного клуба старт. И саровчане шайбы в своей зоне выбрасывают. Сейчас мог получиться отличный момент, потому что выходящий со скамейки штрафников Михаил Малафеев убегал один в ноль, но шайба попала в судью при выбросе шайбы из зоны. Очередной бросок поворотом. В падении Алексей Суровегин спасает свою команду от пропущенной шайбы. еще несколько минут будет обороняться несколько секунд будет обороняться Саров Инвест четвером. Совсем чуть-чуть времени остается до выхода Евгения Колотухина. выезжал на пятачок Вячеслав Плотничкин. Денис Федосов не дал ему никаких шансов для того, чтобы плотно и подобраться к воротам. очередной бросок поворотом и от клюшки от рикошета шайба попадает в воротах хоккейного клуба Саров Инвест. Да. Есть проблемы с большинством Саров Инвеста нужно его реализовывать. А у команды Старт проблем с большинством нету. И очередная шайба в воротах хоккейного клуба Саров Инвест. Алексей Суровягин уже ничего не мог сделать. И 3-0. Счет уже в матче. Максим отцов шайба заброшенный номер 15 шайба забросил Антон Старовой номер 95 и автором очередной шайбы заброшенной становится Антон Старовой и удаление в составе команда из Таншаева числа Плотничкин отправляется на скамейку штрафников за удар соперника Клюшкой. Очередное большинство хоккейного клуба Саров Инвест пока шайба в зоне Саровчан. Нужно ее конечно же выводить отправлять в чужую зону вошли Саровчане в зону соперника теперь закрепиться здесь и попробовать разыграть численное большинство Кляков Фидосов бросок поворотом шайба вновь попадает в клюшку очередной наброс и слишком высоко наверное для того чтобы подставить шайбу и изменить ее траекторию полета Александр Ефременко прекрасно видел этот бросок и ловушкой сыграл выигрывает Саровчане вбрасывание шайба уходит на пятачок успевает Малафеев ее перехватить и хоккеисты из Таншаева шайбу выводят из своей зоны Еремеев вброс зону и вновь саровчанам придется начинать атаку из своей зоны не удается пока закрепиться несмотря на то что хоккеисты саровинвестов в большинстве перетачу на синюю линию нужен бросок и вновь попадает в игроков шайба команда старт и уже в равных составах хоккеисты атакуют старт удаст удается отбиться от очередной атаки хоккейному клубу саров инвест неточная передача от неточный пас и шайба переходит к хоккейному клубу старт быстрый перевод в центр и видимо будут меняться сейчас хоккеисты бросок очередной рикошет и все суровегины на месте казалось бы ничего такого опасного в этом моменте нет но рикошет от конька попадает шайба ровно на клюшку попадающему киноклубу старт очень спокойно проходит среднюю зону гости сегодняшней встречи как-то все спокойно получается у них сегодня ну собственно расчет 3-0 саров инвест никак не проснется пока возможно уже просыпаться будет поздно вновь неточная передача очень много браков в передачах конечно у хоккейного клуба саров инвест не удается вывести шайбу из своей зоны ошибается хоккеиста таншаева 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 повторюсь очень быстро проходит среднюю зону гости буквально в 1-2 паса передача на синюю линию очередной бросок и шайба вновь попадает после броска одного из игроков хоккейного клуба старт по-моему это плотничкин был хорошая передача на дальнюю штангу Сергей Клепнев сейчас мог стать автором первой заброшенной шайбы у хоккейного клуба саров инвест но что-то опять не получается Александр Ефременко вовремя среагировал что дальний угол у него открытый там стоит один из игроков хоккейного клуба саров инвест и вовремя переместился под бросок точная передача отличный пас под дальнюю синюю буквально одним пасом отрезает по два по три игрока у хоккейного клуба саров инвест хоккейного клуба хоккейного клуба хоккейного клуба и удаление и удаление в составе хоккейного клуба саров инвест 6 минут 20 секунд остается до выхода заливочной машины первой калинин оказывается на шайбе в чужой зоне хоккейного клуба положительного у гостей сегодняшней встречи очередной бросок сходу шайба пошла выше ворот но ненадолго она вышла из зоны хоккейного клуба саров инвест саровчане успели ее быстро выбросить выход 2 в 1 идет в обыгрыш автор второго заброшенного гола команда старт вновь продолжается атака очередной бросок и шайба в оградительную сетку летает выигрывает саровчане вбрасывание шайба опять уходит за ворота не удается пока толком завладеть саровчаным преимуществом есть какие-то неплохие моменты но счет пока не меняется чуть больше двух минут остается до окончания второго периода опять опасный момент мог произойти у ворота александра александра ефременко прошла передача штанга штангу попадает сейчас нападающий хоккейного клуба старт штанга вроде бы саров инвесты активно идет и неплохие атаки проводят но хоккейного клуба истаншаева все реже но качественней явно качестве очередной наброс опять же там опасный момент не сказать что хоккеисты истаншаева особо бегают как-то совсем это заметно хороший момент поляков бросок поворотом добивание будет свисток арбитра вот отличный момент у хоккейного клуба саров инвест константин поляков бросал поворотом но к сожалению александр ефременко опять спасает свою команду от пропущенной шайбы поздрав поздрав численное большинство у нас покинул покинул клуба саров инвест смотрим может быть сейчас удастся саровчанам забросить хотя бы одну шайбу во втором периоде передача под синюю линию фидосову опять отдавать шайбу в край и выбрасывают хоккеиста старта шайбы своей зоны фидосов передача на клепнева тот немножко не ожидал видимо в очередной раз придется начинать атаку своей зоны хоккеиста и шайба плотно зажата Александра Ефременко проблема с реализацией конечно да если бы саровчане забивали бы во всех моментах тогда бы наверное счет был бы абсолютно другой но пока такой какой он есть 3-0 так и не удается пока саровчанам проснуться очередная хорошая передача на Константина Полякова очередной бросок добивание даже было но нет все заканчивается тем что шайба вновь в ловушке Александра Ефременко очередной наброс на ворота вновь шайба попадает в коньки бросок по воротам мимо снова шайбы проходит очередной наброс шайба на пятачке гуляет последние 2 минуты сейчас Андрей Калашников не попадает с острого угла и таким образом заканчивается второй период «Строема» 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 Продолжение следует...